Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве. Об этом рассказал Всемирный банк, который выложил очередной рейтинг Logistic Performance Index. В общем зачете страна поднялась сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым рейтингом. Исследования проводятся раз в два года. Сейчас Украина занимает 66 место из 160 стран по логистической эффективности. На постсоветском пространстве мы располагаемся сразу после Эстонии и Литвы. Всего рейтинг включает 6 направлений, по которым оценивались государства. Таможенные процедуры, инфраструктура, международные транспортировки грузов, логистическая компетентность, отслеживание грузов и своевременность доставки. Лидерство в рейтинге получила Германия, за ней выстроились Швеция, Бельгия, Австрия и Япония. Вторую пятерку лучших составляют Нидерланды, Сингапур, Дания, Великобритания и Финляндия. США в десятку лидеров не попали, они на 14 месте. Россия ниже Украины на 9 пунктов. В Киевском аэропорту расширяют международный терминал. Проект увеличения площади аэропорта имени Сикорского предусматривает строительство новой секции в правом крыле здания площадью 9500 квадратных метров. В настоящее время площадь существующего терминала А составляет 14 тысяч квадратных метров. Работы планируется завершить в мае 2019 года. Такое расширение позволит увеличить количество стоек регистрации, кабинок контроля и пунктов авиабезопасности. Только в мае этого года аэропорт уже установил рекорд пассажиропотока в течение дня. В Киев через эти гостеприимные ворота наведалось до 11 тысяч человек. Увеличение площади позволит аэропорту наметить себе новые рубежи для рекордов. Украинская курятина вытесняет с европейского рынка бразильскую. Так, в первую очередь это вызвано запретом на поставки птиц из Бразилии, которую европейские страны признали не соответствующей санитарным нормам. Но поскольку наша курятина нормам соответствует, то и экспорт ее вырос на 90%. Конечно, пока мы не дотягиваем до лидера, Таиланда, который за первые пять месяцев этого года доставил на рынки Европы более 120 тысяч тонн чикен-мяса, но тенденция остается положительной. За первое полугодие этого года незаконная вырубка леса во Львовской области уменьшилась на 39%. Об этом доложила Львовская областная администрация. Сухим языком цифр это выглядит так. Из общего количества 669 кубических метров незаконно срубленной древесины работниками Государственной лесной охраны установлено 172 нарушителя, незаконно срубивших 349 кубических метров древесины. Добровольно нарушителями возмещено ущерб в 117 случаях на сумму 394 тысячи гривен, а остальных несознанцев передали в руки правоохранительных органов. Лоукостер Визеер анонсировал открытие нового рейса Лондон-Лутон-Харьков. Авиаперевозчик возобновил работу с Харьковом только в этом году и готов увеличивать ассортимент маршрутов. В апреле все началось с рейсов в немецкий Дортмунд, в июне появился маршрут Харьков-Катавице, и вот в конце октября за 1,5 тысячу гривен можно будет полететь в Лондон. На более поздние даты вообще смешные цены. По 609 гривен билет прямого перелета. А вот венскую оперу на кофе харьковчане смогут улететь только в ноябре. Еще одна новость из самолетиков и аэропортов. В Одесском аэропорту подтвердили открытие рейсов по маршруту Одесса-Бухарест-Одесса уже с сентября. Их начинает румынская национальная авиакомпания Таром. Полеты будут выполняться с частотой 3 раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из международного аэропорта Одесса в 4.15 и из международного аэропорта имени Анри Куанда, Бухарест, в час по местному времени. На линии планируется использование современных турбовинтовых самолетов АТР-42-72. Пока прямые рейсы в Румынию из Украины выполняет только авиакомпания Роза Ветров, которая летает из киевского аэропорта Борисполь. В Украине впервые за последние пять лет выросла занятость населения. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, который имеет на руках данные государственной статистики. Количество трудоустроенных при содействии Государственной службы занятости составило 428 тысяч человек. 47% из них было трудоустроено оперативно еще до предоставления статуса безработного. Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, составило 129 тысяч, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил Валерий Ярошенко. Вообще служба пытается идти внугу со временем и мечтает превратиться из кабинетов, где условная мариванна переводит бумажки, на сервисные площадки по предоставлению широкого спектра услуг. Ведомство нарисовало себе амбициозные планы, а то, что отмечен рост доверия работодателей государственной системе, только на пользу. И короткой строфой. Начиная с июня прошлого года преимуществами без виза уже воспользовались 1 миллион украинцев. Шануемся! Субтитры создавал DimaTorzok